Лето – традиционная пора отпусков, но не для совета депутатов. 50-е юбилейное заседание проходило в традиционном формате видеоконференции. Начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталья Киселева представила народным избранникам положение о поощрительной выплате учителям. Выплата устанавливается учителям, подготовившим призеров и или победителей заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников в размере 345 тысяч рублей. Выплата учителям производится однократно вне зависимости от количества подготовленных им призеров и победителей Олимпиады. А также выплата устанавливается учителям, подготовившим участников заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников в размере 115 тысяч рублей. Деньги учителям выплатят в рамках муниципальной программы образования. Список получателей отдела образования сформируют до 1 октября, и затем он поступит на утверждение в администрацию округа. Также вознаграждение получат учителя, подготовившие выпускников, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ. Размер единовременной выплаты составляет 115 тысяч. Кандидатуры учителей на получение единовременной выплаты устанавливают с управлением образования на основании протоколов проверки результатов единого государственного экзамена, утвержденных председателем Государственной экзаменационной комиссии Московской области. Данные вопросы повестки дня народные избранники поддержали единогласно. Заместитель главы администрации округа Эдуард Арадушкин предложил депутатам утвердить кандидатуру на должность староста деревни Белиутова, который был выбран на сходе жителей. Были выдвинуты кандидатуры Сорокина Лидия Павловна и Чибизова Елена Николаевна. По итогам голосования за Сорокину Лидию Павловну проголосовало 94 человека, за Цибизова Елену Николаевну 20 человек. Решением схода граждан кандидатуры и староста деревни Белиутова выдвинута Сорокина Лидия Павловна. Это мой округ, я очень рад, что я знаю прекрасную эту старосту, и уверен, что у нее все получится. А поблагодарить я, конечно, хотел за взаимодействие и организацию этого процесса, территориальный отдел «Горки». Ребята молодцы, и вам спасибо, Эдуард Петрович. Депутаты поддержали решение граждан. Еще один вопрос, который окажет положительное влияние на жизнь муниципалитета, создание автономной некоммерческой организации «Академия хоккея» имени Алексея Касатонова. Эту инициативу озвучила начальник правового управления администрации округа Юлия Самолина. Целью данной организации является предоставление услуг в сфере развития популяризации хоккея на территории Ленинского городского округа, повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, формирование здорового образа жизни, физического, духовного и нравственного развития подрастающего поколения. И это решение депутаты поддержали единогласно. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.